Друзья, всем привет! Пару дней назад была представлена новая операционная система от компании Apple iOS 11 Я, конечно же, установил первую бета-версию И в качестве экспериментального устройства, на котором все вот это будет тестироваться и уже тестировалось Выступил iPad, который не просто iPad, а iPad 2017 О нем я обязательно вам расскажу в конце видео, потому что это самый-самый бюджетный iPad ever Ever Так вот, я пару дней провел с iOS 11 на планшете И уже на данный момент вышло очень много видео по поводу того, как работает iOS 11 На разных айфонах, на старых айфонах, на новых айфонах Ну, честно сказать, я больше впечатлен планшетной версией Потому что iOS 11 действительно как бы перерождает планшет И делает его ближе к ноутбуку и к настольной операционной системе macOS А вот почему, сейчас разберемся А перед самими фишками iOS 11 я хочу сказать следующую вещь И нет, сейчас не будет рекламы казино или кэшбэк сервиса Я хочу сказать о том, что первая бета-версия iOS 11 реально очень стабильная Я удивлен, потому что обычно после презентации все скачивают первую бетку А там какие-то косяки, лажи Вообще ничего не было, кроме одного случая Сейчас у меня иконка в доке вот так вот зависла в дергающемся положении И помогла только перезагрузка Почему-то оно не развесало Но я считаю, что за два дня могло всплыть больше косяков Но не забывайте о том, что это бета-версия Она для разработчиков, поэтому все равно на ней могут быть Какие-то глюки, подвисания, подтормаживания Поэтому не спешите ее устанавливать В сентябре установите, когда она выйдет официально Поехали! Самое важное изменение, которое как раз и приближает планшет к ноутбуку Это появление полноценного дока с приложениями, как на macOS В него мы можем переместить часто используемые приложения И получить к нему доступ, не закрывая открытое окно Просто вытягивая его с нижней части экрана Если вы заметили, значит вы замечательны Сам док разделен на две части Слева избранные приложения, а справа часто запускаемые предложения hand-off Это очень актуально для тех, у кого не только iPad, а еще и iPhone или еще и MacBook Hand-off позволяет продолжить работу с приложениями на другом устройстве без лишних движений Например, я писал текст этого видео в заметках на Mac Я могу в любой момент взять iPad И в этом же месте я увижу значок заметок Который я могу нажать и продолжить набор текста То же самое будет со всеми нативными приложениями Apple Которые я буду запускать на устройствах Safari, контакты, почта Это было и на iOS 10, только доступ к нему можно было толково получить только с заблокированного экрана А теперь из дока С новым док удобно переключаться между окнами, не сворачивая текущее Кажется мелочь, а на деле практично И это не одно и то же с тем, что было Это работает именно как всплывающий док Новый Control Center, пожалуй, второе по важности, что появилось в новой iOS 11 Из маленького меню с настройками он вырос в настоящий пункт управления устройством Доступ к нему можно получить, вытягивая док, так сказать, до конца И самое приятное, его можно настроить под себя, то, о чем давно хотели все пользователи Правда, есть то, что нельзя убрать Настройки соединений, яркость, громкость и screen mirroring В центре управления на iPad можно вынести камеру, будильник, секундомер, таймер, заметки, универсальный доступ Лупу, запись экрана, пульт Apple TV, guided access и размер текста Многие настройки имеют тонкую регулировку или быстрой функции Интересно то, что на устройствах с 3D Touch доступ к точной настройке можно получить, используя сильное нажатие А на устройствах без него просто длительным прикосновением Удобен ли новый Control Center? Однозначно да Можно ли что-то допилить в нем? Да, я думаю, можно Я бы добавил сюда какие-то быстрые настройки или доступ к каким-то функциям отдельных приложений Типа, как сейчас доступно у владельцев смартфонов с функцией 3D Touch Например, быстро проложить маршрут Waze или быстро написать избранному контакту в Telegram С другой стороны, вряд ли это появится, потому что потеряется преимущество устройств 3D Touch А вы как думаете? Сразу после Control Center хочется сказать про мультизадачность, которая на iPad объединилась с центром управления Визуально теперь можно проще переключаться между приложениями Это похоже на вот этот режим отображения всех окон на Mac OS, когда ты видишь одновременно все окна полностью Пользователи последних iPad уже имели возможность пользоваться Split Screen Это когда два приложения одновременно на экране с возможностью регулировки масштаба каждого А теперь еще добавили оконный режим Его фишка в том, что вы можете открыть какое-то вспомогательное приложение именно в окне и перемещать его по экрану Правда, не куда хотите, а слева или справа Но и этого достаточно Сюда же я добавлю возможность Drag&Drop функции Допустим, пишем что-то в заметках или Pages, открываем браузер и ищем что-то Или картинки добавляем Но вот полностью, конечно, эти все штуки с мультиокнами будут раскрываться с внешней клавиатурой Все-таки, когда мы открываем экранную клавиатуру, как-то становится тесновато Что у нас еще давненько не менялось на iOS? Правильно, App Store Теперь он больше похож на какой-то глянцевый журнал, нежели магазин приложений На первой вкладке мы видим топ приложений текущего дня и двух предыдущих Интересно то, что приложение выбирает Apple и сюда не попадут накрученно продвинутые apps Помимо кнопки скачать, тут есть всякая интересная информация про них Это забавно почитать Сейчас все на английском Будет ли когда-то локализироваться каждый день? Я думаю, что нет Учите английский Приятно, что теперь есть две большие категории Игры и приложения Они не мешаются между собой, в них уже есть свои подкатегории По большому счету, для тех, кто заходил сюда просто скачать что-то конкретное и бесплатное, ничего не поменялось А для тех, кто покупает контент и любит всякое новенькое, интересное, однозначно шаг вперед Многие пользователи iOS уже пользовались файловым менеджером Documents 6, который объединял доступ к вашим облачным сервисам в одном приложении Apple решила сделать свое и получилось нативное приложение Files Его идея в том же, что и Documents Объединить встроенную память и облака в одном месте Для того, чтобы можно было удобно перемещать и открывать файлы Вне зависимости от их расположения Идея крутая, удобная Но в первой бете добавить сторонние сервисы нельзя Но вообще тут точно будет поддержка Google Drive, Dropbox и Microsoft OneDrive Что еще для счастья надо? Ну а под конец я расскажу о таких вот всяких мелких штучечках Которые я обратил внимание на iOS 11 на планшете iPad Теперь мы можем нативно делать захват экрана устройства Причем можно даже с включенным микрофоном Это очень круто и да, это было раньше на Android Но для iOS это приятная новинка Мне очень понравилось то, как теперь можно делать скриншот Комбинация клавиш та же, но вот сам скриншот не просто сразу улетает в галерею А появляется в углу экрана И вот нажимая на него открывается простейший редактор Который позволяет добавить какую-то надпись, рисунок или даже подпись Этого ну очень не хватало, особенно с учетом того, что мы знакомы с такими штуками по серии Galaxy Note Вот кажется, что изменить способ ввода уже не нужно И так все хорошо, но нет Теперь для набора дополнительных символов на клавиатуре Вам не нужно зажимать кнопку Достаточно сразу смахнуть кнопку вниз Это получается очень быстро и очень экономит время Камера научилась понимать QR-коды На этом моменте владельцы Meizu должны написать в комментариях, что у них так давно уже можно Невероятно удобную штуку добавили в заметки Сканер документов Для тех, кто часто вынужден фотографировать какие-то договора накладные, это просто крутяк Да, это раньше было в сторонних приложениях, но теперь нативно Алгоритм круто обрабатывает изображение и выравнивает снимок Ну а теперь пару слов об iPad 2017 Когда мне его принесли, я сначала подумал, что это iPad Air первого поколения И внешне это такие, iPad Air первого поколения Но оказывается, внутри установлен новый процессор A9 и 2 гигабайта оперативной памяти А это значит, что модель свежая, просто корпус от первого Air Зачем это сделано? Да вы на цену его посмотрите, я ссылку в описании оставлю На сегодняшний день это самый бюджетный iPad, который когда-либо выпускался Отличный вариант для тех, кто хочет планшет от Apple Но не готов выложить круглую сумму Да, тут нет четырех динамиков и камеры действительно как на первом Air Но вот мощность, скорость работы и, конечно же, обновления на новый iOS Ему обеспечены еще очень долго У меня вообще как-то сразу возникла ассоциация с iPhone SE Типа старый корпус, новая начинка В общем, реально штука огонь, налетайте Пиши в комментариях, что ты думаешь о новой iOS 11 Только не надо писать, что все эти штуки уже давно были в Android Мы сейчас не пытались сравнить эти две уже совершенно разные системы У которых есть свои, так сказать, поклонники Это видео про то, что появилось в новой iOS 11 Ставь лайк за это видео, подписывайся на канал Также на наши страницы в социальных сетях Ссылочки на них находятся в описании Кстати говоря, хорошая новость Мы выпускаем, так сказать, анонсируем канал в Телеграме Цитруса И лично мой тоже там появился Это взамен некоторым сетям, которые у нас перестали работать в Украине Я не буду говорить об этом в каждом видео Чтобы аудиторию, так сказать, перевести туда Вы все поняли Ссылки в описании Всем хорошего дня, яркого настроения Пока